Магия цирка разворачивается еще до начала спектакля. В толпе разогревающихся артистов сложно понять, кто из них актер театра, а кто профессиональный жонглер или гимнаст. Все для того, чтобы зрители поверили. Я сам иногда верю, потому что мне так хочется, чтобы это было по-настоящему. Чтобы по-настоящему произошла эта история, эта сказка для взрослых. К танцевальным дивертисментам режиссер и бальтмейстер Валерий Архипов добавил сложнейшие трюки. Их исполняют не только профессионалы. Ускоренный курс циркового мастерства прошли и артисты театра. Научился не падать пока с трапецией, когда мы поднимаемся и потом опускаемся на трапеции, а нужно при этом при всем петь, стоять. Главные символы Парижа – ажурный узор Эйфелевой башни, пестрый огнем улен руш, картины импрессионистов переносят зрителей в столицу Франции начала 20 века. Весь свет которой увлечен загадочным артистом цирка «Мистером Икс». Маска – это просто маска. Я подумал о том, что, наверное, это такая метафора того, что люди, и в наше время тоже, люди вглядываются друг в друга очень мало, всматриваются. И поэтому вот что в маске, что без маски никто не замечает человека. Мелодраматическая история с подлогами, обманами, поединком характеров и счастливым финалом в постановке усилена линией детективной, а также цирковой. Арена – не просто фон или место действия. Тот рычаг, который двигает весь сюжет. Цирк соединяет Теодору и Мистера Икс. То есть, когда они разъединились, когда разошлись, то только цирк, потому что он главное действующее лицо. Эстетика ревущих 20-х годов прошлого века с декорациями и костюмами, в которых угадываются цитаты из Пикассо и Модельяни. Это тоже часть свежего, привнесенного создателями визуального материала. Почти неизменной осталась музыкальная часть – идеальный баланс классической опереты и современного актуального театра. «Всегда быть в маске – судьба моя!» Дженет Аральд, Андрей Тарасенко, Новости культуры.